Ой, ну наконец-то! Сколько ждать-то! Привет, Андрюш! Доброе утро, Танюша! Доброе утро! Как выспалась в палаточке? Слушай, знаешь, как классно? Она мне, кстати, даже не понадобилась. Ты знаешь, какие добрые люди живут на востоке Красноярского края? Всем привет! Это проект на все четыре стороны от программы «Утро на Енисеи». Это Татьяна Рябова, я Андрей Грибов, и мы рванули на восток Красноярского края. Но только каждую серию мы определяем, кто из нас будет шиковать по вечерам в гостиницах, питаться, по крайней мере, пробовать в кафешках, ну а кто будет ночевать в палатке или пользоваться гостеприимством местных жителей. Итак, мы приехали в город угольщиков в Бородино. Андрей, давай скорее решать, кто сегодня будет с палаткой, ты или я? Я уже заготовил две спички, надеюсь, они сыграют мне на руку. Давай. Ну что, вот эта палатка теперь твоя? Ну, с палаткой я на ты, так что я пошел. Хорошего дня. Хорошего дня. Ну а я пошла знакомиться с местными и гулять по городу. Город Бородино был основан в 1949 году на реке Ирша. Изначально был поселком угольщиков. Город маленький, уютный, а еще здесь много зелени, мест для прогулок и москитов. Пока Андрей пошел кормить комаров, я поехала посмотреть на главный храм города. Этот храм Сергея Радонежского настоящая достопримечательность в городе Бородино. Еще в 1993 году здесь была деревянная церковь, а в 2007 году началось строительство каменного здания. Местные прихожане говорят, что в церкви происходит чудо. Время от времени икона Сергея Радонежского начинает мироточить. Здесь же в храме находятся мощи святого Александра Свирского, а в алтаре святых Петра и Февронии люди молятся им о выздоровлении, просят помощи в поиске призвания и любимого человека. Пока Таня гуляет по центру города Бородино и пытается найти там достопримечательность, и главную достопримечательность нашел я в пяти километрах. Это угольный разъезд. И он огромный, ребят, сюда нужно приехать и его посмотреть. Пойдемте. Уголь здесь нашли еще в 1891 году. Случилось это, когда прокладывали железную дорогу Москва-Владивосток. Ну и, как говорится, пошло-поехало. Все начало развиваться, бурлить, кипеть. И уже в 2016 году местные угольщики добыли здесь миллиардную тонну угля. Миллиардную! Это же капец как много! Бородинский разрез считается одним из крупнейших в России, но функционировал он не всегда. Разрез закрывали на реконструкцию в 1953 году. И после открытия объемы добычи угля выросли в несколько раз. Масштабно, не спорю, но пока у меня есть возможности средства, поеду-ка я на частную ферму. Узнаю, что такое экотуризм по-сибирски. И первое, что меня сразу удивило – расположение. Ферма находится прямо в лесу! Здравствуйте! Здравствуйте! Откуда такие гости пожаловались? Из Красноярска! Проходите, будьте гостем на моей шикарной ферме. Будем знакомиться с моими питомцами. У меня поросята, венгерская мангалица. Свинюшки на ферме у Дмитрия не обычные, а чистокровные, венгерские. Чтобы подтвердить их родословную, фермер обращался в лабораторию для проведения генетических исследований. После угольного разреза в Бородино нужно было двигаться дальше. Но мы почти все посмотрели, что там в окружностях, ближайших селах, деревнях. И надо было идти куда дальше. Намного дальше. Ну, я и дошел, собственно. Я в Канске. А встречает меня вот эта вот триумфальная арка. Куда, правда, дальше двигаться, я не знаю. Ну, на все четыре стороны. Кстати, называется арка «Царские ворота», так как была установлена в честь визита цесаревича Николая в 1891 году. И пусть вас не смущает, что она сделана из современного кирпича. Арку восстанавливали в 2006-м, так как она была разрушена после революции. Ой, какие поросяточки! Давайте знакомиться! Для меня, как для городского жителя, это настоящий релакс и возможность расслабиться. Поросята тоже рады новым гостям. Прямо держи. Ой, ты мой порожень, кузико какое! Мягкая, мягкая, мягкая. Свиньи заморские, и меню для них соответствующее. Пятачки питаются только натуральными продуктами. И что удивительно, от них нет специфического запаха. Красивенький! Посмотрите, какой у него шерстка, как у овцы, правильно? Да. Это овца-свинья, венгерская мангалица. Какой характер у этих свинюшек? Они не только фотогеничные, но очень добрые. Вот обратите внимание, он сидит, он любит ласку, с ними приятно поиграть. Вы живете в лесу, как вам эта деревенская жизнь? Расскажите. Я обалдею. Я тоже рядом с вами. С вами и вашими поросюшками. Давайте честно, Канск не самый туристический город. Но есть здесь несколько объектов, на которые можно посмотреть. Арку мы вам показали, вот еще один. Это называется колокольня. Ее сделали организаторы Каннского видеофестиваля. Не путать с Каннским кинофестивалем, который проходит во Франции. Так вот, эта штука раньше издавала звуки. Сейчас. Нет. Это просто арт-объект. Можно полюбоваться. А это еще один арт-объект фестиваля, о котором я говорил ранее. Называется Каннская пальмовая аллея. Все эти пальмы придумали дети еще в 2007 году. Был большой конкурс и в нем участвовали дети из Каннска, Торильска, Москвы. В общем, выбрали лучшие, поставили. И теперь они здесь, в центре города, стоят. Правда, судя по всему, за ними следят мало. А жаль. Арт-объект действительно прикольный. Вся детская фантазия здесь. Делайте! Более крупные овцы-свиньи везде нежатся в лесу, недалеко от избушки фермера. Здесь им и болото, и огромная территория для разбега, и березовые корешки, чтобы перекусить. Ну, хорошая моя корешка. А еще у Дмитрия на ферме есть телята, козы, барашки, кролики. И все ручные, можно сказать, контактная ферма в дикой природе. Лично для меня такой отдых бесценен. В планах у Дмитрия развивать экотуризм, развить палаточный лагерь под звездным небом, поставить баньку на березовых полежках. И, конечно, каждый сможет пообщаться с животными и обучиться фермерскому ремеслу. Такой отдых идеален для тех, кто устал от городской суеты и своего шефа. Друзья, я тоже приехала в Канск, но не нашла здесь ничего интересного, поэтому сразу отправилась в гостиницу. Кстати, в Канске их несколько. Мой одноместный номер стоит 2100 рублей, зато посмотрите, здесь есть холодильник, есть чайник, большой шкаф, классный телик, двухспальная кровать. Поэтому идите уже, я буду спать. Увидимся в следующей семье. Доброе утро. Я вроде проснулся, а даже неплохо в палатке переночевал. Так что все хорошо. Эй, Андрюх, а ты что ли в палатке здесь спал? Тань, это ты? Да, привет. Ты что ли в Канске, в центре города ночевал в палатке? Ну а почему бы и нет, тут хорошо, сосеньки, пальмы. Да и тем более по условиям программы я должен ночевать в палатке. Выспался? Да. Давай, собирайся, поехали дальше. Куда? На все четыре стороны. Смотрите завтра в новой серии проекта «На все четыре стороны». Поселок Абон. Озеро Святое образовалось почти 3000 лет назад в тратере метеоритов. Но мистические вещи и легенды не заканчиваются на Святом озере. Признавайся, как водичка. После случилось чудо. Мягко говоря, мрачноватое. И невероятная атмосфера спокойствия. Продолжение следует. Продолжение следует.